Доброго здоровья! У нас в гостях Тигран и вот мы решили нашу передачу снять вот в сосновом вору на животрепещущую тему о здоровье и в частности получилось так что когда я выставил вот это видео про коронавирус Тигран мне позвонил и сказал что ну вот ну что тут какая-то там тысяча там 2 3 во всем мире там заболела умерла вот что касается онкологии что тут вообще какой-то мрак творится и вот слово Тигран. Да, Геннадий Петрович, здравствуйте, здравствуйте почитатели видеоканала Геннадия Малахова рад встрече с вами посмотрел про коронавирус ваше видео и как-то имея свою практику подумалось а давай-ка я позвоню к Геннадию Петровичу и пообщаюсь на эту тему как бы откроет злободневность дня злободневность дня заключается в том что сейчас усиленно идет ну скажем так нагнетание нагнетание уже по странам пошло не только говорится только в Китае начиналось как бы в Китае в Китае там заразилась там два китайца потом еще там третий пятое-десятое начали такое знаете вы знаете мне так нравится эта схема такой супер маленький бизнес в моем понимании я всегда как во всех передачах буду подчеркивать это лично мое мнение значит оно лично мое мнение я его никому не навязываю супер сразу скупили все маски скупили всю гигиену которая валялась на полке абсолютно никому не нужная туалетную бумагу в Японии содрали всю туалетную бумагу как будто вы знаете они только ели и как они удивительная история естественно глубоко в подоплеку нырять нам как говорится мы все-таки такие же обыватели как и ваш зритель живем своей жизнью но все-таки свое мнение имеем жесткое и четкое а мнение мое заключается в том что все-таки мне кажется какой-то сценарий такой он до того как я понял ту передачу мне так понравилось когда вы сказали наивно наигр наивность какая-то слово такое и мы как это караси и нас ловят ловят коронавирус Геннадий Петрович ни о чем не думает дорогой только коронавирусе думает понимаете информация я занимаюсь уже последние шесть лет скажем так разработками в различных областях последние шесть лет в медицине буквально недавно мне информация попала в руки от которых вот что с ней делать с этой информацией она вроде бы официально я не просто расскажу вашему зрителю официально вашему зрителю что расскажем коронавирус коронавирус информация в поисковик забиваю слово сколько в день по всему миру умирает людей от онкологии выдает информацию значит в этом году 2000 не был каком-то восьмом седьмом семь с половиной миллионов получается ежедневно гибнет двадцать тысяч человек ежедневно когда не не может быть пошел по поисковикам пошел там везде везде какая-то фирма там это я информационный global там не знаю интерес там да-да-да-да чем с половиной двадцать тысяч в день да ладно так какого хрена вы мне своим коронавирусом два китайца заразилась и два итальянца скупили все макароны кто скажете геннадий петров 20 тысяч это мы не в лесу придумали это проверяется то есть этот извините геннадий патру дорогой мы все-таки мысль свою только по онкологии сердечно-сосудистые там тромба оторвала та-та-та и пошло и поехало приближаемся к этой вирусологии пневмония туберкулезы сценарии вот такие в организме знаете как тропы в этом лесу не поймешь куда зайдешь откуда и выйдешь может все это схеме были с коронавирусом понимаете кто эту правду знает ну кто вам ее сказал ну скажите дорогой я не знаю то есть тут выходит что вот те проблемы которые по-настоящему ну можно сказать косят людей они как-то так одно говорится ну вот да а тут вот какая-то вот новая действительно и и выходит искусственно раздули для того чтобы вот решить какие-то свои меркантильные проблемы потому что мне мой знакомый позвонил из сочи говорит продавай свою там усадьбу срочно покупая гостиницу сейчас все начнут отдыхать в сочи в гостиницах границы закроются и мол вот такой бизнес на юный тоже ответ послушайте а как они границы закроются если все идет передвижение друг другом люди общаются вот люди так думают что тут сейчас пользуюсь моментом сделать какие-то банки молодцы что делать больше не думают о здоровье никто не думает о здоровье все думают о каких-то потерях туристического бизнеса там еще выгодах на этих повязках на там лекарствах и так далее я все говорю ну вот все эти заболевания которые там были они давно и давно известны и что вот только вакцину надо делать существует геннадий петрович дорогой мой есть уже лекарство она у меня вам нужно его давайте он привезет если решили запастись а давайте вам привезут как чего это как ответить понимаете вирус вот они убивают его убивают уничтожают попутно все да это ерунда все нужно лекарство которое вы водит понимаете опасные и оставляет здоровые вы думаете это фантастика можно кратко об этом рассказать о лекарстве да вот кратко ну все беседы я об этом только как говорится и толкую может быть я непонятен скажем там вам вашему зрителю но как-то так получилось что голова ушла в 22 век и там получила эту информацию и как-то донести это я даже не могу его до медиков донести вот смотрят так знаете вот как вы сейчас такой хороший симпатичный человек и сына с такой ноткой недоверия вы понять я просто смотрю потому что я в свое время когда там написал книги по там очищению организма и меня один знакомый привел к врачу это как раз было начало 90-х годов и говорит вот организм чистит как это так люди вот они и заходят на канал и уходит с канала они с различным багажом знаний просто кратко сказать что допустим а моя метода заключается в том что я там лекарства создал или методу которая способна тому-то 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 лекарства а там создана для того чтобы нету еще то я передачи про эпилепсию говорил нету это лекарство это от этого это от этого это у вас все так это у вас в больнице ужас кошмар столпотворение народа что случилось помощи скорые стоят здесь там 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 люди толпы что люди что с вами случилось вы что заболели все вы что не слушаете геннадий петровича взял камеру я всегда думаю господи зачем умный человек взял камеру и идет вот вам первая подсказка я чуть уйду от темы вот вам первая подсказка человек вам показывает что нужно ходить ходить и знаете петрович вы умница ходить вот я в камеру вам нужно ходить люди подымаются тупо час для того чтобы почему он ходит столько потому что поняли вы истину ходьбы все кровоснабжение понимаете вы идете что говорите я здоровый и красивый и правда вот он передо мной сидит здоровый и красивый что не так задаете вопросы я тоже считаю вот как быть чтобы да начните с ходьбы немножко уйдем дальше моим сыном лежал пациент больной больницы гена его звали все но никто не знает кто такое гена 50 лет ему так плюс-минус больной прибольной любитель медицины 21 века он и туда ездит на лечение но денежка есть и туда и сюда весь сына выписывали я думаю не жилец все ушли мы с богом как говорится через два года я встречаю этого гену на стадионе глазам не поверил румяный симпатичный это же подумал на секунду наверное медицина все-таки победила подхожу гена здравствуй там да 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 давид привет там тиран да что как чё ты так хорошо выглядишь у меня интересно выпирает слушайте ответ все внимательно говорит в один день до того стало мне плохо мягко говоря что я подошел к семье вот так взял таблетки гад бросил на хрен сказал все я сильно умираю больше не буду и пошел гад первый день я пошел 100 метров ели ели гад 100 метров пошел 2 пошел 120 метров и так далее по нарастающей пошел и пошел вы понимаете по да это я даже не рекламирую себя я просто рассказываю случай человек пошел и пошел сейчас гад хожу днями ну холодит ходит тем более на пенсии тем более считая что умер куда им хуже торопиться выжил здоровый вы понимаете вот она пропаганда я немножечко перебью тиграна я вот смотрю интернет и там так говорится как бы сказать что будет если человек будет ходить каждый день вот что будет это будет а вот уже что что было вот тигран сказал я вот постоянно хожу ходьба позволяет поставить вас в те нормальные условия в которых работает организм организм может только нормально работать во время движения такого ходьбы которому мы как приспособлены у нас есть но и у нас руки для того чтобы мы выходили это так к слою у рыбы есть плавники хвост она плавает это для нее естественно птица летает если они не будут ни плавать не ходить не нет то 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 они естественно вот заболеют продолжать да к лекарству ближе к лекарству схема работы лекарства такова за эти годы постепенно шаг за шагом шаг за шагом менялась модификация дополнялась дополнялась думалось думалось а в любом случае как пишут там а вы дайте рецепт отдать а как вы этот рецепт можете повторить это если допустим особо чистые вещества их нужно часть с америки закупить часть это там было нужно пропорциональностях смешать их там десять наименований у меня пять лекарств пять вот представьте себе пять штук и под каждую комбинацию я собираю допустим вот для вас для колена примеру нужно вот это тык тык собрали налили все получите геннадий петрович и втирайте свое коленочко и будете живы и здоровы также и в это сам вирусологии на собрал смысловая заключается в том что лекарство по сути вот звонит женщина с москвы да устанавливать я хочу сказать что она у лекарства у вас умная я даже сначала и запугался шутит лавредничает женщина что-то надо мной что-то не на полном серьезе гать умное лекарство так и обозвали люди что она сделала умное лекарство зайдет на простом языке свяжет этот вирус не убьет попутно кося все вокруг всю структуру жизнедеятельности как химиотерапия это же жизнедеятельность дорогой мой как ты его гробишь умница ну вот как вот не любить вас ах геннадий петрович ну как вот скажите вот человек кеннадий петрович наш любимый что говорит все химиотерапии грабанули все на умер извините все таки до конца он умер а чего бы как бы мог бы жить у него сердечно-сосудистая извините меня уже какая как шланг на и всем говорю по дворе который 5 лет лежит хрупкая и не эластична нет упругости эластичности не откликается на нервную систему все химией добили эти вирусы которые там должны были благотворно извините меня барахтаться жить в этой жизни и все побили все вылечили вперед ногами ты и поехал взять кухню вы подумайте только 20 тысяч ежедневно и до сих пор успокоиться не могу я до сих пор даже вам говорю я не верю в это я раз 20 проверю моем случае свяжет эти вирусы болезнетворные как она это сделает извините механизм я доносить я не могу таким механизмом доносить извините меня свяжет и выведет дай бог чтобы работали более-менее почки и печень и токсикацию и все два-три дня еннадий петрович мы забыли когда лечили весь это самое антибиотиками вообще таблетками два-три дня да мы хватаем моей семье и я в том числе хватает скажем так вирус любой с насморк там 5 10 но у меня нету понятия слег температура подсоры на семье такого понятия нет и у моих кто со мной связан по этой тематике если двух словах ему плевать она как вы назвали его корона морона или борона о чем мы всегда говорили воробор организм сам разберется доставка нужным по позициям кремния которого там катастрофически у каждого из нас катастрофически не хватает понимаете катастрофически как раз говорил что в прошлый раз что от одной из основ является кремния которого не хватает в организме и кремния в сотрудничестве там с другими элементами начинает свою благотворную работу то есть одно дело с нами снабдить свой организм а так вот я как-то не выставил это видео выставлю вот понимаете вот земля мы то думаем земля воздух они просто-напросто знаете насыщены бактериями грибками все покрыто все ждет когда что-то отомрет чтобы его сожрать также осматриваются и наши организмы мы защищаемся вот если вот это вот защиты не будет либо там допустим каких-то там насколько я понял вот веществ а именно по допустим кремнии этого один еще врач я слышал он лечил значит с помощью значит снабжение организма где-то четырьмя элементами которых якобы не хватает организму и тут исчезает там помогает то есть у нас есть жизненная сила и это жизненная сила и нужны еще бумаги вот различные микроэлементы вещества которые как действующим началами она будет отбиваться если этого нет это все равно что у нее нет одной руки нечем отбиваться ну смотрите например вот вы правильно сказали я сделал подтверждение всего этому ну если нет нечем отбиваться натянули вы маску и что дальше во первых эту маску вообще рекомендую не это самое и я лично вот я вчера читал американский супер какой-то там тоже профессор да не надевайте вы эти маски американцам советую не занимайтесь не тратите вы деньги она не спасает она пару минут какую-то иметь функциональность вы не будете же каждые две минуты выкидывать маску а слизистую глаза чем будете закрывать очками что ли а через слизистую глаза она еще больше и попадает а вот это вы правильное замечание сделали даже я с удовольствием выслушал это самое защитная функция если есть то и все и поборемся правильно мы от всего поборемся возьмем ножички походим правильно как геннадий петрович делает походе его румяный симпатичный а вы побежали извините масочку возьмем орбидольчик пол мешка прикупим а если провал идет извините меня функционально о чем мы говорили тогда а плюс если еще энергоинформационное поле провальное так вот хоть три маски натяните хоть четыре это самое борьба организма вот за него нужно думать вот плюс вашего видеоканала все правильно люди пишут я читаю я с удовольствием подтверждаю что нужно смотреть и анализировать действительно надо ходить чисточка в чем проблема почти что это великие деньги что это великие силы поголодать да великолепная идея да почему бы и нет так позаниматься он дядька тигран по утрам понятие себя нужно этого паршивца себя я так называю надо гонять потому что он имеет свойство поесть полежать и вот я хочу еще дополнить тиграна тем что я уже как-то высказывал со словами караваева что естественный отбор идет вот эти вот люди которые умирают вот потом по 20 миллионов в год это те люди которые все-таки пустили свою жизнь на самотек которые не думают не анализируют едят все подряд и так далее потом рак там онкология гипертония что-то там еще сосуды и так далее и тому подобное и вот-вот как бы сказать вот а я тут ни при чем но ты ж ее наживал ты жил ни при чем вот первые звоночки ты ж ее анализируй а вот от этого избавиться я просто знаете вот смотрю телевизор я поражаюсь тому что вот ад и жоги используют там какие-то вещи вот это вот то-то вот это вот то-то у меня была сильнейшая изжога и значит что я для себя вывел вот как бы сказать тоже это не сразу случилось не за один раз но дошло до меня то что определенные вещества красного цвета пережаренные вот особенно томатная поджарка вызывает изжога даже мед желтого цвета если его слишком много у меня вызывал изжога как только я от этих продуктов избавился у меня очень сильно изжога была она перестала то же самое с поджелудочной железой я помню елки-палки пойду там найти телега рисочек поджарка с этим самым опять-таки с томатным это я наберу там съем вкусно буквально через полчаса вот так вот как палка здесь боли думаю да что ж такое я все съел хорошее пожалуйста вот это вот вот этот продукт или жареный этот действует так я перестал ест просто с белым соусом съем и этого нету вот так хотя бы поступать а так мы уперлись в одно и то же ага переедаем там а будем значит употреблять вот эти вот средства то же самое думай и анализируй а выводить то их надо одно дело мы сюда загрузили и не можем переварить и нам медвежью услугу мол вот вам вещества которые я не буду их как сказать рекламировать которые помогут переварить хорошо переварили но это повышенное количество теперь надо же его вывести это опять таки нагрузка чем вы теперь будете давать какие-то вещества для того чтобы лучше работал кишечник лучше работали там почки да вы просто не загружайте себе а это химические соединения это бедная печень и что делать-то дорогой мой это от этого это от этого глотнули бадиком заели я свое время написал вернее интересовался мне интересует вообще жизнь таких знаете супер богатых людей супер как бы сказать успешных и так далее я в частности познакомился несколько с биографии анасиса в свое время это анасис это го-го-го глыбище было да вот и у него осталось после него дочка и сын вот понимаете вот когда богатство прет богатство прет сын разбился на самолете вот не было бы денег самолет бы купили не разбился дочка не знала куда отдеваться знаете вот деньги есть вот и как то и то и все а ее как человека не уважают и в конце концов вот она значит умерла так на ее столике обнаружили там огромное количество лекарств в которые входило следующее для того чтобы нормально заснуть далее для того чтобы нормально проснуться для того чтобы кожа там подтянута была для того чтобы она там просралась до того чтобы она там еще что-то сделала еще что-то еще и это все сгубило так точно сгубили майкла джексона вот у него от того что наряде на кое вспыхнула у него голова вот эта шевелюра все мы думаем он как-то обесцветил себя я рассказывал да помнишь это рассказ нет он снимался в рекламе еще пацаном кока-кола или там пепсикола и от нахождение возле этого самого осветительного прибора у него это шевелюра вспыхнула и из кадры все вспыхнуло он бегит понимаешь есть это все естественно голова горит представляете это сильнейший стресс после этого у него такой хуп белые пятна витилиго и как лечить непонятно но медики ему говорят слушай а давай мы тебя вообще обесцветим а он же и согласился давай обесцветим и что а эти лекарства для обесцветивания надо тебе все время принимать и он их сколько вот на 50 лет их хватило и все больше ничего не стало да судьба этни такая мы замерзли наверное с тобой уже прохладненько как-то это видно да ну я сам замерз чувствую я все таки да хочу сказать беседа чтобы не была бесконечной все таки как бы финишная свою мысль подвести под воду действительно а что делать если действительно этот коронавирус придет вот ваше мнение какое вот мне интересно чтобы вы первые начали вот вот коронавирус я абсолютно не боюсь этого коронавируса потому что его проявление это высокая температура насморк и что-то там с легкими происходит то есть все это вот как лекарство китайская медицина сказала можно применять соответствующие лекарства я например постоянно вот что еще помимо ходьбы я принимаю я постоянно принимаю тмин тмин обеспечивает вот за счет своих этих фитонцидов защиту в желудочно-кишечном тракте и он так знаете вот что интересно можно керосин пить а вы возьмите зернышко тмина и разжуйте запах керосина будет внутри вот вы защищаете себя одно дело вот говорят вирус это не не бактерии и там не убьешь она попала потом развивается так вот создается у вас аура создается которая как знаете вот корона на солнце начинает пережигать различные вредные вещества и микроорганизмы которые попадают то есть вы уже вот так вот защищены все это у вас тут что-то начинает уже гибнуть здоровый образ жизни плюс вот эти вот все травы которые обладают душистостью тот же тмин что там у нас еще это есть допустим имбирь это чтоб приятно было чеснок вроде неприятно но но на тоже действует лук чеснок там и другие там еще там куча других там эти таких трав и специи которые помогают вот это все пережигать гвоздика и так далее я уж не говорю там о керосине если керосин еще с гвоздикой там еще там что-то там намешать он там все там будет жить вот поэтому это та же полынь этих самых то есть вот помимо всего что мы сейчас наговорили значит опять-таки ученые там почитали что они так мягко сказали что 30 процентов населения заражены листами против которых особо ничего не эффективно плюс еще малярия вдобавок и вот это китаянка которые дали премию нобелевскую она значит в одной из лечебных книг примерно три тысячи летней давности вычитал этот рецепт прополынь и применила и оказалось эффективно то есть и против паразитов там они там и против вот этой вот малярии которую никак они там не могут вылечить то есть вот это все можно применять и причем знаете я неоднократно говорю что наша пища помимо того что она должна нас питать она должна нас еще защищать когда мы делаем допустим вот хлеб хлеб это вообще невозможная вещь стала вот он немножко полежал он плесневеет мы думаем может у нас хлеб плохой в москве буквально таки день-два он уже вот этими грибками покрывается поэтому нам нужны такие продукты которые бы нас защищали пускай да там что-то там вот это каша но каша там с какими-то там специями там допустим салатик там ага салат сам уже по себе защищает то есть любое растение любое растение да оно защищает себя того чтобы его не съели грибки оно уже содержит иммунитет и мы только раз съели и укрепились а если мы все время вареные переработанные типа вафель и прочее прочее получается что мы создаем субстрат для того чтобы это все только у нас развивалась а потом мы а почему мы заболели а почему на слабый иммунитет абсолютно верно знаете до того с удовольствием слушается но мое мнение про этот путь который вы указали общедоступный допустим общепонятный что тут непонятно все общедоступно понятно ходить здоровый образ жизни все что вы перейдете чудесно вы сказали и про ауру вспомнили это очень умно кстати это очень умно потому что кроме функциональности там в этих паразитов этих глистов ползающих энергоинформационное поле так что мы желаем всем здоровья и счастья будьте здоровы и счастливы и на этом мы закончим вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас